В общем, мы заехали в Каны, на бульваре Круазет. Случайно сюда попали. Мы едем в Сент-Тропе. Не получилось взять машину, поэтому на поезде приехали в Каны. Сейчас пойдем присядем, и я расскажу, как вообще все это получилось. Третий день у нас путешествия. Ем пиво в Канах. Пока мы сидим в этом шикарном ресторане, кстати, мы здесь были в 1924 году в том же самом, и сейчас случайно зашли в тот же ресторан, и точно так же случайно мы оказались в Канах. Повторюсь, я забыл права. Вот, пиво местное, вернее нет, с севера Франции, Сент-Омер. Вкусное, пока не знаю, сколько стоит. Долго выезжали из Милана. Мы вчера сутки потратили, чтобы выехать из Милана. Почему? Забастовка на железной дороге. Не смогли взять билеты до Вентимилии и не смогли взять билеты до Ниццы. Хотя во Франции до Вентимилии куча поездов. В Италии одет. Очень не понравился, в общем, отношение к туристам в Италии, но это не впервой. Но не про это. Решили поехать на автобусе, чтобы хоть как-то выехать, потому что наш отель на берегу возле Сент-Тропе, недалеко, был уже забронирован. И чтобы его не потерять, мы должны были выехать вчера. Пришлось перебукировать порядка 150 евро сутки отель на берегу моря возле Сент-Тропе. Мы хотели немножко поближе, чтобы погулять в Сент-Тропе. На двое суток забронировали отель. Забронировали Фликсбас, 98 евро. И, что вы думаете, Фликсбас тоже отменил его. Поэтому мы думали уже оставаться в Неаполе, который Милан, извиняюсь, в Милане. Но в конечном итоге решили уезжать. Перебукировали билеты на 22.00. И уже поехали бла-бла-кар автобусом. В принципе, ничем не хуже Фликсбаса, но в два раза дешевле. За 51 евро мы уехали в аэропорт Ниццы. И в 3 часа ночи мы были там. Пришлось пересидеть в аэропорту, конечно же. В 7 утра мы проснулись и решили ехать в наш отель. Очень неудобная локация. Мы купили билеты через Ниццу, но оказалось, что этот поезд в 3 часа дня. Быстренько переделать его через Канны. Мы попали в Канны. И оказывается, здесь с 14-го по 25-го фестиваль. То есть, как и в 22-м году, мы попадаем опять на фестиваль. В это прекрасное сумасшествие. Прошлись по Бургуару розетт. И решили немножко перекусить, выпить пиво. Мы очень интересный опыт, как отдать вещи в камеру хранения в Каннах. Потому что на вокзале внимания ее просто не существует. Здесь же, через приложение, которое я забыл, как оно называется, скину в описании, нам удалось забронировать в отеле место на наши 3 сумки. И мы их там оставили до 5 часов вечера. Так что мы 5 с половиной часов в Каннах. Покушаем и пойдем гулять, внимать и радовать вас. Путешествуйте с нами. Смотрите Канны. Канны это круто. Так, немножко заведений. Шикарный ресторан. И вот мы, как аперитив, заказали фуа-гра. Всего лишь 31 евро. Мы, в принципе, стихи деньги ели фуа-гра в Шамани. И очень, как бы, достойная цена. Нормальный, как аперитив, с инжирным вареньем. Приятного нам аппетита. Итак, я знаю, что из меня кулинарный блогер никакой. Картошку в Каннах пережарили. Вот, стейк-кьюб, медиум-рэр, 47 евро. И вот это чудо-креветки. Всего лишь 31 евро. Точно такие же мы ели в Милане. Хотя там было их гораздо меньше. Сейчас пробуем. Очень все вкусно выглядит. Ревизор рекомендует. Ревизор рекомендует. Мы, как только зашли в этот ресторан, кстати, называется Пастис, рекомендуем в Каннах. Он сразу заполнился. Очень много людей. Вот. А когда мы пришли, он был пустым. Бон аппетит. Кайфуйте. Канны 24. Это вообще просто взрыв мозга. Кайф. Субтитры создавал DimaTorzok